Дальше говорим об оперативной ситуации на Южном фронте. С нами на связи начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк. Наталья, здравствуйте. Слава Украине, доброе утро. Героям слава. Скажите, как ночь прошла на Южном фронте, как встретили утро там? Так же тревожно, наверное, как и вся Украина, поскольку и воздушные тревоги звучали, и работа производилась, и атака шахедов также была по нашему региону. В нас в районе ответственности силами противовоздушной обороны уничтожено 11 шахедов, которые также были направлены на объекты критической инфраструктуры и гражданской инфраструктуры. Результат очень высокий. К сожалению, три шахеда проскользнуло в сторону севера, но и там они были достигнуты уже следующим командованием силами обороны. Мы понимаем, что были попадания в северной части страны, но на южном участке мы отработали отлично, попаданий не было. Наталья, а у российских оккупационных войск вот такая стратегия, да? Они запускают десятки до сотни порой в ней массированных ракетных ударов ракет, либо шахедов как раз с тем расчетом, что десятки из них будут сбиты и уничтожены силами противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, а несколько достигнут своих целей. Ну, конечно, они ставят перед собой глобально цель, что все снаряды, выпущенные, достигли своей цели. В этом, в принципе, и есть суть агрессии. Но также они понимают, что силы противовоздушной обороны за это время показали, за эти 10 месяцев показали очень высокий процент сбития. Поэтому массированные такие ракетные атаки со смешением боеприпасов, в принципе, направлены на рассредоточение сил ПВО, на вероятность их сбития с курса, так скажем, да? И, кроме того, они во время таких атак пытаются атаковать и сами системы ПВО. Именно поэтому мы и говорим о том, что не нужно сообщать, где уже сработали силы противовоздушной обороны, где они еще в процессе работы, где они могут сбить атаку таких массированных ударов. Именно поэтому нам и необходима тишина во время работы, для того, чтобы мы четко слышали, где летит снаряд, попадали в него, а потом отрапортовали, отчитались о проделанной работе. Наталья, Херсон регулярно терпит обстрелы российской армии. Слева берега Днепра они постоянно обстреливают город. Есть понимание, зачем, кроме того, чтобы просто терроризировать людей в городе? В принципе, им необходимо продолжать удерживать напряжение и предвкушение возможного возвращения, потому что южное направление не дает покоя оккупантам с самого начала полномасштабного вторжения. Их целью было, напомню, проход аж до Приднестровья для того, чтобы отрезать Украину от моря. И именно поэтому они продолжают вот такую атаку для того, чтобы и терроризировать население деоккупированных территорий, и таким образом оставлять вот этот эффект присутствия, что они, возможно, еще вернутся, возможно, продолжат. Генштаб Минобороны Украины сообщал о том, что российские оккупанты устанавливают так называемые зубы дракона на Черноморском побережье Крыма. Зачем? Ну, я уже говорила, что моя единственная, наверное, обоснованная и хоть как-то логически укладывающаяся в этой версии, при отсутствии зимнего обмунирования способ согреться, потому что никакие окопы, ни выкапывания, ни выставляния инженерных сооружений не помогут им абсолютно. И остановить наступательную операцию, и продвижение наших войск, и освобождение Крыма, это им никак не поможет. Но руки должны быть чем-то заняты, тем более, что туда призваны необученный персонал. Так это вот по принципу, да, как обстоят дела в российской армии, там, красить траву в зеленый цвет, складывать там ровными кубами собранный снег, вот только для этого? Вопрос, это какой-то процесс ради процесса? Процесс ради процесса, и кроме того, вот такую легкую внушаемость населения, которое подвластно пропаганде России, вот оно немножечко успокаивает. Вроде бы что-то делается, вроде бы укрепляются, но очереди в направлении Крымского моста говорят об обратном. Не действует уже на них эта пропаганда. Слушайте, ну вот такие зубы дракона они ставят и на центральных улицах Мелитополя. А там как, что они собираются делать с этими зубами? Во-первых, им очень неспокойно от того, что, не только от того, что туда достигают уже и средства вооружения наших сил обороны, и возможности вмешательства артиллерии, им очень неспокойно от того, что силы сопротивления в этом направлении, в этом регионе очень мощно себя проявляют время от времени. Им действительно неспокойно от того, что движение сопротивления может быть не просто фигуральным выражением, а оно начнется прямо по улицам города. Когда российские оккупационные войска отступали из города Херсон, представители вооруженных сил Украины говорили, что, скорее всего, вот это количество военных, которые отступили из Херсона, будет распределено по фронту, в особо непростых для оккупационных войск России зонах. Уже нам говорили о том, что эти же военные, которые были в Херсоне, часть из них была замечена под Бахмутом. Что вы можете сказать о том, как вот эти военные рассредоточились, либо нет по Южному фронту? Они продолжают передислокацию, они постоянно ищут места для обоснования своих подразделений, потому что наши точечные удары не дают им покоя, они понимают, что им нужно разделяться на более мелкие подразделения и заполнять собою те потенциальные рубежи обороны, на которые они рассчитывали, в принципе, уже уходя из Херсона. Мы тогда еще говорили о том, что они строят не один рубеж обороны, а уже несколько, причем с оттяжкой в 10, 15, 20 километров. Они понимали, что наше продвижение на правом берегу будет разве что слегка, замедлено определенными обстоятельствами и самой рекой Днепр, но оно не остановится. Кроме того, есть и другие направления, по которым мы продолжаем свою работу, не оглашая сейчас их, и они чувствуют от нас вот это самое давление, которое их постепенно спрессовывает и продвигает к границам Украины 1991 года, так, чтобы они оказались за этими границами. Наталья, не так давно появлялась информация о том, что российские военные пытаются обустроить путь по арабатской стрелке для техники, для военной, и высказывалось мнение, что это-то, конечно, можно сделать, но смысла в этом никакого нет, потому что это сложно и с технической точки зрения, ну и с точки зрения безопасности этого пути. Что известно о том, что на арабатской стрелке сейчас происходит? Ну, мы говорим о том, что они продолжают изыскивать возможности для своей логистики. И это как раз для нас характеризует эффективность нашей работы. Это значит, что все остальные наши меры военного контроля и огневого контроля над теми путями логистики, которые существуют в общепринятом понимании географии, для них уже неспокойны. Они пытаются искать альтернативу. Кроме того, не забываем, что для них война все равно остается, так называемой спецоперации, в рамках которой они пытаются также освоить немалые части государственного бюджета, которые там выделяются на это. И тут усматривается и коррупционный компонент, потому что бессмысленность этого проекта в принципе очевидна. Наталья, спасибо большое, что вы нашли время с нами пообщаться. Это была Наталья Агуменюк, начальник объединенного коррекционного пресс-центра силы обороны Украины-Юг. Мы с ней поговорили о том, что происходит в Херсоне и вообще на юге, на Южном фронте.